В фантастическом фильме «Особое мнение» потенциальных преступников арестовывают еще до того, как они совершили преступление, анализируя их эмоциональное состояние. Хотели бы вы жить в таком мире? Развитие нейросети и искусственного интеллекта подошло к тому моменту, когда массовый анализ эмоциональных состояний людей по видеонаблюдению – это уже не фантастика, а ближайшая реальность. В этом выпуске мы поговорим о том, как современные алгоритмы позволяют в режиме нон-стоп читать эмоции и поведение миллионов людей. Может ли искусственный интеллект справляться с этим лучше, чем человек? И какие последствия нас ждут, если нейросети будут понимать наши эмоции за считанные секунды? Досмотрите выпуск до конца и вы узнаете ответы на эти вопросы. Но перед тем, как подробнее их рассмотреть, вспомним бытовые нейросети, которые интегрируются в социальные сети и помогают пользователю получать различную информацию. Телеграм первый сделал возможным создание таких ботов, которые по одному только телефонному номеру или имени могут предоставить определенную информацию о человеке. Например, есть сервис АВИнфобот, который поможет получить необходимую информацию о продавце при покупке авто. В боте после первого контакта можно пробить продавца на наличие долгов всего лишь по номеру телефона. Бот может найти старые или закрытые объявления продавца и данные о его автомобиле. Самое интересное, по одной фотографии можно найти профили человека в социальных сетях. С недавних пор эта функция совершенно бесплатна для всех пользователей бота. Максимум пользы бот принесет при покупке поддержанного автомобиля. На всех этапах, начиная с поиска свежих объявлений и заканчивая проверкой пробега истории регистрации, ДТП, ограничения и залогов. То есть, оплатив подписку, вы получаете свою персональную базу данных об авто и их владельцах. Используйте, чтобы обезопасить себя от потери денег и нервов при покупке автомобиля. Чего не могут приложить сами сайты по продаже авто. Все подобные сервисы предлагают оплачивать проверку каждого автомобиля. АВ-инфобот работает по подписке. Оплатив доступ на неделю или на месяц, вы можете проверять все машины и всех людей, которые вас только могут заинтересовать. Без ограничений. Ссылку на этот сервис я добавлю в описание. По промокоду МЕНТЛ вы можете получить скидку 30% на месячную подписку. Эмоции – это особый вид психических процессов, которые выражают переживание человеком его отношения к окружающему миру и самому себе. Эмоции могут выражаться различными способами – мимикой, позой, движениями, голосом и вегетативными реакциями. Однако, наибольшей выразительностью обладает лицо человека. В середине 20 века знаменитый психолог Пол Экман исследовал невербальное поведение изолированных племен в Папуановой Гвинеи. Он установил, что ряд эмоций являются универсальными и могут быть поняты человеком, независимо от его происхождения, расы и культуры. Он ввел понятие базовых эмоций – радость, удивление, печаль, гнев, отвращение и страх. Иногда в этот список добавляют эмоцию презрения. В 1978 году он предложил систему кодирования лицевых движений. В английском языке сокращается ФАКС, которая до сих пор остается Библией по распознаванию эмоций. Используя эту систему, можно закодировать практически любое анатомически возможное выражение лица. Хотя эмоции и являются универсальными, у каждой из них может быть много индивидуальных вариаций. Чтобы учитывать их все, были выделены двигательные единицы – базовые элементарные движения, которые человек способен воспроизвести на своем лице, напрягая определенные мышцы. Например, поднятие бровей, открытие рта или поднятие верхней губы. Пол Экман детально описал, как выглядят на лице каждой из 90 таких единиц и разной степени их выраженности. Где появляются морщины, где они углубляются и насколько, и как сокращаются мышцы. Благодаря трудам Пола Экмана психологи всего мира используют единую систему распознавания эмоций по микровыражениям на лицах на фотографиях и видео. В середине 90-х годов, когда машины созрели для массовой обработки изображений, появились первые автоматизированные системы, использующие кодировку Экмана. Алгоритмы оптического потока отслеживали движения разных областей лица во времени, выделяли двигательные единицы и определяли эмоции по их комбинациям. По такой же схеме, как раньше психологи делали это вручную, но уже автоматически. В 2000-х годах, с бурным развитием нейронных сетей, их возможности нашли применение и для анализа человеческих эмоций. Что же такое нейросеть и почему она вообще так называется? Образно говоря, это машинная версия мозга, содержащая миллионы переплетенных между собой нейронов, каждый из которых хранит и передает определенную информацию. Лучших результатов в машинном обучении удалось добиться с применением так называемых сверточных нейронных сетей, которые были созданы по принципам работы зрительных механизмов в живых организмах. Например, Facebook использует сверточные нейросети для того, чтобы автоматически проставлять теги постам. Google при поиске картинок. Amazon же в целях правильной рекомендации товаров покупателю по его интересам. Процесс первоначальной настройки нейронной сети называется обучением. В нейросетях анализирующих эмоции чаще всего используется тип обучения с учителем. Это означает, что обучение проходит на размеченном наборе данных. На вход подаются данные, в нашем случае фотографии человека с определенными эмоциями и заранее известный результат, название этих эмоций, которые уже были выявлены специалистами. Кроме фотографий лиц, выражающих эмоции, загружаются фотографии нейтральных лиц с соответствующей пометкой. В результате обучения мы получаем настроенную нейросеть, которая может анализировать новые входные данные и вычислять результат. В нашем примере обрабатывать новые изображения лиц, анализировать отдельные признаки на них, например, подъем бровей, складки вокруг глаз, сморщивание носа и в итоге распознавать эмоции. Особенность нейросетей по сравнению с другими видами математического моделирования в том, что исследователи не знают четкую формулу, по которой работает нейросеть. То есть нейросеть это что-то вроде черного ящика, который учитывает огромное количество факторов их комбинаций и выдает результат на основании сопоставления текущих данных с многочисленными данными из прошлого опыта. Иными словами, нейросеть это упрощенная модель нашего мозга. Количество нейронов в современных нейросетях уже сопоставимо с их количеством в нашем мозге и в ближайшем будущем с ростом вычислительных мощностей вероятно догонит человеческий мозг. Правда, когнитивные способности определяются не только количеством нейронов, но и количеством связи между ними. А по нему человеческий мозг пока далеко впереди машины. Алгоритм анализа эмоций был протестирован на расширенной базе данных AffectNet, который содержит сотни тысяч изображений и хорошо подходит для задач глубокого обучения. Выяснилось, что нейросеть обладает хорошей обобщающей способностью, работает в любой ситуации и выдает результат даже при плохих условиях съемки. Однако, она чаще всего выдавала строго одну наиболее ярко выраженную эмоцию лица, поэтому она не подошла для более глубокого анализа психоэмоционального состояния, учитывающего то, что человек может испытывать целый спектр эмоций разум. Для решения этой проблемы результат работы нейросети объединили с классическим классификатором по методу Пола Экмана. В итоге нейросеть выдавала строго одну наиболее вероятную эмоцию, а классификатор сглаживал ее решение, добавляя вероятность присутствия вторичных эмоций лица. Наконец, на выходе системы стоял контролирующий алгоритм на основе строгой логики. Он обнулял вероятность тех эмоций, которые явно противоречили доминирующей, если такие были. С помощью такого подхода удалось добиться результатов с точностью до 73% при классификации на 7 классов базовых эмоций. На этом развитие анализа эмоций не остановилось. Недавно корейские разработчики представили КАРНЕТ – алгоритм, который умеет распознавать эмоции человека не только по его лицу, но и по окружающей ситуации на изображении. Для эффективного распознавания эмоций очень важен контекст той ситуации, которая послужила триггером к ее появлению. Архитектура обучающей сети представляет собой систему из двух нейросетей. Одна из которых анализирует только лицо человека на снимке, а другая – только то, что его окружает. При анализе каждая определяет одну из шести базовых эмоций или отсутствия эмоций. На последнем этапе результаты объединяются и выдают эмоцию, распознанную по показателям обеих. Для обучения и тестирования алгоритма исследователи собрали датасет – набор данных – из 13200 видеороликов из популярных сериалов, из которых выделили более миллиона отдельных кадров. Эмоции людей на них разметили вручную. Выяснилось, что при таком подходе распознавать эмоции по контексту даже проще, чем по лицу. Это позволило разработчикам сделать вывод, что совместный анализ выражения лица и контекста ситуации будет наиболее оптимальным и эффективным. Средняя точность распознавания эмоций составила 74,5%, что превосходит работу других алгоритмов, которые даже протестировали авторы работы. На основании подобных технологий построено множество систем распознавания эмоций. Например, популярная программа FaceReader умеет распознавать 7 базовых эмоций, различать валентность эмоций, то есть положительная она или отрицательная, интенсивность – глубокая или поверхностная, состояние глаз, рта, бровей, а также определять пол и возрастной диапазон человека. Он используется в исследованиях удобства использования различных устройств и программного обеспечения, потребительских предпочтений, например, при дегустации еды и напитков, уровня заинтересованности и многих других. Кстати, вы можете зайти на их сайт и протестировать возможности искусственного интеллекта на собственных фотографиях. Для чего еще применяется автоматическое распознавание эмоций? Американская компания Аффектива, лидер разработок в этой сфере, представила автоматическую систему определения невнимательных водителей. Их система распознавания эмоций была натренирована на более чем 6 миллионах снимков людей. Чтобы выявлять невнимательных водителей, помимо анализа эмоций, были добавлены еще несколько параметров. Поворот головы, частота морганий, открытый или закрытый рот и глаза. Это позволяет системе определять ситуации, когда водитель вот-вот заснет, или когда просто не смотрит на дорогу, и наступает время подать тревожный сигнал. Беспилотных автомобилях в такой системе нет необходимости. Тем не менее, распознавание лиц в салоне можно использовать для другого, например, для более комфортной поездки. Этим занялась автомобильная компания Kia. Их REIT – это система с технологией распознавания эмоций и сенсорами, которая анализирует сердцебиение и электрическую активность кожи. На основе собранных данных система анализирует настроение пассажира и настраивает обстановку в салоне. В России также активно ведутся разработки по автоматизации анализа поведения и эмоций человека. Специалисты Яндекс.Такси разработали свое устройство для безопасности за рулем – небольшую инфракрасную камеру с программным обеспечением, которая закреплена на лобовом стекле и направлена в сторону водителя. Камера отслеживает 68 точек на лице, мониторит направление его взгляда, поворота головы и частоту моргания. При этом лицо распознается в анфас и в профиль, при движении и наклонах головы. Обработка и анализ данных происходит на том же устройстве, поэтому она может работать автономно, без подключения к интернету. Это позволяет использовать его даже там, где нет связи, например, в междугородних автобусах или грузовиках. Если шофер отвлекается от дороги, а алгоритм обнаруживает признаки усталости или сонливости, камера подает ему специальный сигнал – либо сфокусироваться на дороге, либо сделать перерыв в поездке. Еще одна недавняя российская разработка – система наблюдений и мониторинга за эмоциями детей под названием «Умная и безопасная школа». Произошедшее в 2018 году в Пермской школе нападение старшеклассников на учительницу и учеников 4 класса с ножами заставило общественность задуматься о детской безопасности физической и психологической. Проект был запущен для облегчения работы педагогов и психологов и уже прошел проверку на двух классах. Это биометрическая система, которая способна не только распознавать 7-минутные эмоции, но и математически рассчитывать эмоциональное состояние человека и подавать тревожный сигнал, когда уровень негативных эмоций становится критическим. Разработчики научили нейросети распознавать базовые эмоции, анализируя микромимику изменения 150 точек на лице. За основу обучения нейросети также была взята методология Пола Экмана. Всего в разработке задействованы три нейросети. Первая узнает ученика, вторая определяет его эмоциональное состояние, третья обрабатывает данные. Друг за другом они проводят обработку и с периодичностью 3 раза в секунду отгружают информацию в базу данных. Когда массив данных сформировался, база данных обрабатывается. За 40 минут урока обычно получается порядка 5-6 тысяч достоверных кадров на каждого ребенка, которые доступны анализу, и по ним определяется, в каком состоянии находится ребенок. По словам разработчиков, точность данных составляет 72%. Отчет о состоянии детей получают педагоги и родители. Директор получает отчет по всем группам. Учитель только по своему классу. Психолог – отчет о детях с негативными признаками. Родители – отчет только по своему ребенку. За 6 недель нейросети удалось выявить подавленное состояние одного ребенка, у которого были проблемы в семье, разводились родители. Я знаю, что среди моих подписчиков есть как школьники, так и их родители. Было бы интересно узнать ваше мнение. Как бы вы отнеслись к внедрению такой системы в вашей школе и почему? Пишите ваши ответы в комментариях. С развитием нейросетей и появлением большого количества данных и фотографий, которые люди сами оставляют в открытом доступе, появляются и довольно странные и даже пугающие исследования. Недавно ученые из Стэнфордского университета опубликовали анонс статьи об определении сексуальной ориентации человека при помощи нейросетей. Согласно исследованию, различить гетеросексуалов и гомосексуалов по чертам лица возможно. Причем машина способна сделать это лучше, чем человек. Авторы статьи, отмечая ее научную ценность, подчеркивают, что считают свои результаты предупреждением общества об опасности. Они признают, что исследование взаимосвязи между характеристиками личности человека и его лицом табуировано. Так как физиогномика, которой люди занимались с древнейших времен и даже сейчас, справедливо считается лженаучной, ученые подчеркивают, в их исследовании использовались общедоступные изображения лиц и данные о сексуальной ориентации, которые были взяты с сайтов знакомств, и обычные для сегодняшнего дня нейросети. При использовании более мощных инструментов и определить сексуальную ориентацию человека без его ведома и согласия будет еще проще, что может стать проблемой для людей в странах, где сексуальная ориентация может быть поводом или притеснений. Анализ выражения лица – основной, но не единственный способ выявления эмоций человека. Визуальные данные позволяют успешно предсказать знак эмоций, а при определении интенсивности эмоций много информации выдают речевые сигналы. Израильская компания Neymesysko занимается инструментами распознавания лжи по голосу еще с конца 90-х годов. Во всем мире известна их разработка LVA – технология многоуровневого анализа голоса. Эта разработка не использует нейросети. Она основана на изучении корреляции, то есть математически измеримой взаимной связи между голосовыми параметрами человека и основными человеческими эмоциями. Система помогает выявить скрытые эмоциональные сигналы в речи. Для нахождения значений корреляции разработчики компании Neymesysko использовали записи голосов из разных источников и на разных языках. Записи допросов в полиции, телефоны, переговоры в колл-центрах и многие другие. Технология умеет распознавать кучу параметров, выражающие разные типы стресса, когнитивные процессы и эмоциональные реакции, которые проявляются в трудноуловимых человеческим ухом тембрах голоса. Полученная информация помогает понять, что беспокоит или раздражает собеседника, где он отвечает неуверенно, какие вопросы требуют его усиленного внимания. Выражение лица и голос – это еще не все способы идентифицировать человека и распознать его эмоции. Верите ли вы в то, что каждый из нас обладает уникальной и неповторимой походкой, по которой нас можно узнать в огромной толпе? Китайские разработчики в это точно верят и даже смогли обучить нейросеть делать это еще год назад. Кстати, в нашей стране тоже проводились подобные эксперименты по анализу походки. Этим вопросом очень интересовали силовики, в частности, в контексте определения в толпе людей, несущих оружие. Такие нейросети даже работали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Китайским властям удалось пойти дальше и добиться не только выявления подозрительного поведения, но и идентификации личности. По словам разработчиков, система может распознать людей на расстоянии до 50 метров, даже если они повернуты спиной или лицо закрыто. Недостаток этого метода в том, что он пока не способен идентифицировать людей в режиме реального времени. Для начала нужно загрузить видео с камер наблюдения в программу, которая работает около 10 минут для поиска по часовому видео. Разработчики утверждают, что помимо слежки за людьми, распознавание походки можно использовать для обнаружения людей, попавших в беду, например, упавших в обморок посреди улицы. При этом директор компании-разработчика понимает, что новые методы слежки за людьми максимально эффективны в то время, когда люди еще не знают об их существовании и не проявляют бдительность. По оценкам экспертов, рынок распознавания личности и эмоций человека покажет стремительный рост в ближайшие годы. Неудивительно, ведь в нем заинтересованы не только правительства, желающие бороться с преступностью или контролировать своих граждан, но и множество корпораций, преследующих коммерческие цели. Ведь эмоция – это главный инструмент продаж, как бы потенциальный покупатель не исходил из соображений логики и понимания значимости покупки. Приобретает он ее в первую очередь под действием той или иной эмоции. В любом случае, в условиях постоянного наблюдения и контроля, уровень стресса в нашей жизни будет только возрастать. Под пристальным взглядом камеры мы будем стараться казаться лучше, все больше сдерживая свои эмоции и накапливая негатив внутри. Чему это может привести и как научиться контролировать свой стресс, не давая ему разрушать вас изнутри, смотрите недавний выпуск про стресс. Одна из главных целей развивающегося рынка робототехники – сделать роботов максимально непохожими на роботов, а придать им человеческие черты. А это в первую очередь способность к эмпатии, распознаванию и выражению эмоций. Что тоже подталкивает компании на исследования в этой области. Хорошо это или плохо, наверное, у каждого из нас свой предел готовности пожертвовать своей свободой ради безопасности и комфорта. Развитие таких технологий в хороших руках может дать много новых возможностей для упрощения жизни людей и улучшения их самочувствия, а как закономерно в плохих руках – для подавления воли и внушения чувства постоянного страха и беспокойства. Последний вопрос, на который вам, наверное, интересно было бы получить ответ – кто же все-таки лучше справляется с распознаванием эмоций – машина или человек? Если вы внимательно смотрели выпуск, то, наверное, уже смогли отметить для себя основное преимущество машин – это способность обрабатывать огромное количество информации за доли секунды. Ни один в мире профайлер не сможет распознавать эмоции отдельных людей, наблюдая за движущейся многотысячной толпой. А вот компьютеру – это под силу. Распознавание микровыражения на лице даже одного собеседника – непростая задача, так как часто они лишь на доли секунды просачиваются сквозь маску, под которой человек стремится скрыть свои чувства. Иногда для того, чтобы их заметить, требуется пересматривать видеозаписи несколько раз, замедляя или останавливая их в нужных моментах. Компьютер же делает все это автоматически, поэтому будет практически невозможно скрыть от него любое малейшее движение мышцы или дрожь в голосе. Современные вычислительные мощности позволяют хранить множество данных, отслеживать их динамики и прогнозировать по ним дальнейшее поведение людей. Например, в случае с анализом эмоционального состояния школьников, ни один психолог или преподаватель не сможет хранить в памяти состояние и эмоциональные реакции хотя бы одного ученика за каждый день на протяжении одной недели, и точно выявить именно тот момент, когда они могут достигнуть критического уровня. Но это способен сделать искусственный интеллект. Возможности машинного обучения позволяют нейросетям работать даже с изображениями и видеозаписами низкого качества, который не всегда способен расшифровать обычный человек. При этом, когда дело доходит до тщательного детального анализа отдельных случаев, человеческие когнитивные возможности пока превосходят машину. Конечно же, лучшие результаты достигаются, когда человек использует в совокупности возможностей автоматизированных систем собственного мозга и теоретической базы почтения эмоций. Очевидно, что умение распознавать эмоции не исчезнет с развитием нейронных сетей. Со временем она будет трансформироваться, требуя больших технических навыков и понимания принципов работы компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Ведь все существующие системы были разработанными людьми, специалистами в этой области, и для последующих разработок также потребуются их знания и опыт. Главными навыками по-прежнему останется умение составлять психологический портрет человека, анализировать его невербальное поведение с учетом текущей ситуации, выявлять признаки стресса и лжи и самое главное уметь проявлять эмпатию, сочувствие, умение вставать на место другого человека и контролировать беседу, что не может пока сделать нейросеть. Все эти навыки важны не только для профессионалов, но и для любого человека, который осуществляет коммуникацию с миром и с окружающими. А пока у меня все. С вами был Сергей Бубович. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди.